МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А вопросы, я думаю, сегодня можно задавать не только на русском, но и на татарском языке, потому что тема нашей сегодняшней программы «Скоро сабантуй». А ведь это действительно так. Что ожидается интересного? Какие будут мероприятия? Какие конкурсы? Какие гости ожидаются? Какие сюрпризы? Готовят организаторы. Все это мы узнаем уже через несколько минут. Пока же предлагаю посмотреть наш сюжет архивный 2014 года, как масштабно весело проходил сабантуй в прошлом году. Но затем будем уже возвращаться в студию. Не переключайтесь. Под веселые национальные татарские песни гости праздника танцуют, гуляют по парку и угощаются традиционными сладостями. Отметить сабантуй в парк Гагарина приехали жители со всей области. Все с улыбками, все приятные, дружелюбные. То есть вообще красота, как у себя дома. Очень красиво, очень много людей. Татарокас очень много в Самаре. Два слова, все классно. В этом году в Самару на сабантуй приехали и делегаты от крымских татар из Симферополя и Сакского района. Крым воссоединился с Россией. И крымские татары оказались как бы в лоне своей матери. И вот мы со всем тюркским миром будем совместно проводить не только праздники, но и строить свою экономику. И будем процветать, и свое будущее будем тоже совместно строить. В дословном переводе сабантуй означает праздник плуга. Это ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ. Подобные есть также у Удмуртов, Мордвы и Чуваший. В Самарской области живут представители 157 национальностей. И второй по численности являются татары. Для нас очень важно, как вы живете, какие у вас условия для занятий в школах, в детских садиках, как сохраняется язык татарский. Это тоже исключительно важно. И мы делаем все, чтобы эти традиции сохранялись, развивались. Почетные гости праздника вместе с представителями татарской диаспоры прогулялись по парку. Больше всего зрителей собралось у сцены, где проходили соревнования по борьбе на поясах. Сильнейшего ждал традиционный приз – живой баран. Национальный праздник Сабанту вместе с самарцами отмечали в разных уголках мира. Праздник Пулга входит в список шедевров культурного наследия ЮНЕСКО. Ну что, мы работаем в прямом эфире. И сегодня для вас тоже мы приготовили интересные розыгрыши. Виктор рассказывает, что сегодня приготовили мы для наших телезрителей. Первое задание для вас будет следующим. Вы увидите на телеэкране кинокадр. Ваша задача – узнать, из какого фильма этот кадр. Давайте посмотрим на кинокадр. Итак, узнаете ли вы этот фильм? И, главное, актера, который изображен здесь. Что за фильм? Мне кажется, это легенда. Ну, подскажу нашего легендарного режиссера. Звоните, 202-11-22. Я же представляю вам наших сегодняшних гостей. С нами здесь президент Самарского областного татарского общества «Тугантель» Ильяс Шакуров. Здравствуйте. Здравствуйте. Хай, Эликен. Телевизорка работающего. Добрый день, уважаемые телезрители. Представляют дальше наших гостей спортсмен, участник состязания по национальной борьбе на поясах Куреш Джамиль Шамшуддинов. Добрый. Добрый день. И прекрасная дама, которая сегодня также украшает наш эфир, член Совета Самарской областной татарской национально-культурной автономии Раисяги Бадулина. Здравствуйте. Хай, Эликен. Добрый день. Добрый. Ну что, обозначили мы тему «Скоро Сабантуй». Как скоро и где, как что? Давайте обозначим какие-то, может быть, явки, пароли, Илья Сгумерыч. Мы все расскажем, максимум информации. Действительно, самарская татарская община или община татар в Самарской области в ближайшие уже субботы начинает череду праздников, народных праздников Сабантуй, потому что этот праздник пройдет не только в Самаре. И так как в Самаре живет много выходцев из окресла татарских села Самарской области, прямо я зачитаю график проведения Сабантуев. Он у нас есть на сайте samtatnews.ru. Месяц целый висит. Каждый желающий может зайти и посмотреть в интернете, когда, где будет какой Сабантуй, по какому сценарному плану, какие там... Кому как удобнее добраться. Да, какие события там ожидаются, какие мероприятия, какие там гости ожидаются на этих праздниках. Поэтому зачитаю. 30 мая Сабантуй будет в Байтуган, Авула и Искиярмяк, Авула, это Старая Ермакова и Байтуган. 30 мая будет же село в нашем прославленном селе Алькино, Гальяволе. Обращаю внимание, перенос 7 июня на 30 мая. 6 июня Сабантуй будет Янгова, Усмана, Авула, Новоусманова и Балыклах, а также в Староусманово, Иския Усмана, Авула. 7 июня Сабантуй будет в городах Тольятти и Новокуйбышевске. 12 июня Камышла, Авула, это районный центр Камышла, Камышлинский татарский район Самарской области. И 13 июня будет Янг Амансура, Новоусманова и в городе Самара Сабантуй ожидается. В этом году перенос Сабантуй связан с тем, что 18 июня начинается большой татарский пост Ураза. А во время поста, 30-дневного поста проводить увеселительные мероприятия Кораном как бы не одобряется, воспрещается. Поэтому Сабантуй будет 13 июня, удобно очень, 12-го выходной, 13-го, 14-го выходной можно как бы и перед Сабантуй отдохнуть, и после Сабантуй отдохнуть, тем более посидеть несколько Сабантуев можно. И, конечно же, в самом начале, пользуясь случаем, хочу обратить внимание и гостей праздника, и жителей города Самары, что Сабантуй будет проходить в детском парке, в городской детском парке имени Юрия Гагарина. Как мы знаем, Советская армия и Московская шоссе сейчас ремонтируются, поэтому просим обратить внимание, что движение по Московской шоссе будет затруднено. Оно затруднено уже несколько недель и будет затруднено еще до сентября месяца, поэтому просим на это обратить внимание. И, возможно, есть смысл приехать на Сабантуй не на машине, а общественным транспортом, потому что так будет удобнее, не будет головной боли, куда же поставить машину. Я думаю, тем, кто особо хочет попасть на Сабанту, и дороги не станут помехой. Расскажите, пожалуйста, какие гости ожидаются, какие мероприятия будут, что же ждет? Ну, традиционно мы на свой праздник приглашаем всех жителей города Самары, пар Гагарина Большой, и, как правило, на этом празднике в последние годы отдыхают не меньше 10 тысяч человек. Это не только татары, но и все жители города Самары и Самарской области. Мы пригласили, приглашаем руководителей города и области, и всяких ведомств и структур, которые у нас в области работают, руководители ведомств и структур. Ну, и, конечно же, на Сабантуе будут концертные коллективы от татар всей Самарской области, из Нефтегорска, из Камышлов, из Самары. Приедет Зайинский район со своей делегацией, который традиционно шествует с республики Татарстан над самарским Сабантуем. Они привезут и концертную программу, и книги привезут, и угощения привезут. Все это будет в продаже, можно будет приобрести на территории пар Гагарина. И хочется отметить, что пар Гагарина, все-таки в прошлом году, по-моему, около 50 миллионов потратили на его ремонт. Его привезли в такое очень интересное состояние. И, насколько я прочитал на сайте samtatnews.ru, опять же, из 553 парков, трех парков Российской Федерации, пар Гагарина, признан, занял 23 место по благоустройству. Поэтому мы считаем, что в этот парк можно будет прийти, и там уже будет как-то уютнее и комфортнее, чем было раньше. И не стыдно провести там, конечно, Сабантуе, который год. А у нас есть, да, телефонный звонок, давайте принимайте, 202-11-22, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Любовь Александровна. Любовь Александровна. Садор из фильма «Сибирский цирюльник». По-моему, Никита Михалков у нас был там режиссером, а это Марат Башаров. Конечно, все верно. Отправляйтесь в кино на двоих на любой сеанс. Один из лучших залов нашего города. Киновертикаль вас приглашает. Зал с новой техникой, с невероятным звуком. И, в общем-то, я думаю, вам понравится. Спасибо большое за звонок. Ну, а мы вас также всех приглашаем к нашему эфиру. Задавайте свои вопросы. Может быть, какие-то вопросы у вас по организации. Может быть, вы захотите попасть как-то. А вот как попасть, что нужно для этого сделать, нам наша замечательная Раисяя расскажет. Расскажите, пожалуйста, как давно вы занимаетесь в оргкомитете, я так поняла, да? Да. В оргкомитете Туантель. Я уже с 1994 года. И сами понимаете, что это общественная работа. Она требует больших душевных, духовных вложений. Но мне очень нравится, потому что я очень хочу, чтобы народ татарский сохранил свой быт, свою самобытность, свои традиции, свои культурные наследия, свои праздники. И вот только проводя такие общественные, крупные общественные мероприятия, можно донести до всех, до молодежи, до детей, что у нас есть такая история богатая. То есть неравнодушные люди, которые этим занимаются. То есть такие традиции, да. И вот на этом Сабантуе будет у нас проводиться конкурс «Гостеприимная хозяйка». Так, 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 рассказывайте. Если сейчас, друзья мои, вы нас смотрите, вы собираетесь на Самарский Сабантуе 13 июня, и вы гостеприимная хозяйка, и, может быть, даже хорошо владеете, я так поняла, какими-то искусствами, ну не боевыми, но кухонными или рукодельными, рассказывайте, что нужно для этого сделать. Какие-то заявки нужно куда-то подавать. Да, может участвовать каждый. Может участвовать каждый. Каждый или каждая? Каждая и каждый, пожалуйста. Так, современный хозяин, я так понимаю. И хозяин. Ну, раньше как было в деревнях? Перед Сабантуем каждый готовился. Конечно. Наводили порядок в домах, на улице. А сколько готовили всего? Сколько готовили всего, да. И баню топили, и бараны резали. Вот из деревень, из соседних приезжали на лошадях гости. Причем гости, которых не приглашали. То есть мог приехать каждый. По желанию. Каждый по желанию, да, кто хотел. И все радушно встречались друг с другом. Все были счастливы, что встречаются вот на таком большом празднике. И все это запоминалось. Я как маленький ребенок, выросший в татарской деревне. Все это я помню. И поэтому у меня вот это воспоминание, они всегда со мной. Я решила вот провести вот такой конкурс. Что нужно? Гостеприимная хозяйка. Для этого надо оформить стол в традиционном национальном, татарском стиле. У нас оформлен тут, кстати. Это ваша работа? Да. Дорогие зрители, вот, пожалуйста, гостеприимная хозяйка. Уже тут подготовила. Осталось только придумать, что такого вкусненького, да, можно заорудить. А что обычно готовит татарская хозяйка? Готовится обычно ищпишмак, бялиш, розочки готовятся, чак-чак, баварсак. И все это очень красиво оформляется. Красиво стелятся скатерти. Вот такие вот полотенца. Ну, в общем-то, все возможное. То, что хозяйка в течение года готовит к этому дню. Вот представляете, готовится хозяйка и весь дом к этому дню в течение всего года. И вышивки, и, ну, все возможные украшения, которые только возможны. А у меня вот такой вопрос. Это могут быть замужние или незамужние девушки тоже будут участвовать? Тут Джамиль будет как к жюри ходить, приглядывать себе какую-нибудь хозяйку. Не до этого. Не до этого? Но он нам расскажет обязательно, почему. И незамужние девушки могут участвовать, и хозяйки могут участвовать. И бабушки. Да, и бабушки. Кто неравнодушен к нашим традициям. Понятно. И кто их помнит, и кто хочет сохранить. Вот так вот, друзья. Если есть какие-то вопросы, может быть, организационные моменты, вы хотите стать участником праздника, почему нет? Звоните нам 202-11-22. Джамиль будет занят, нам сказал Илья Сгумерыч. Чем будет занят Джамиль? Рассказывай. Ну, 13-го числа у нас будет Сабантуй в Самарской области. Неожиданная информация. Борьба будет. Борьба киряч называется. Это татарского народа, то есть основной вид спорта такой. Взвешивание у нас проходит 10 часов. Далее борьба у нас проходит. Весовые категории начинаются от 60 до 120. То есть промежуток 10 килограмм. Разброс такой хороший. Ну да, промежуток 10 килограмм. Складка длится 4 минуты, завязанной кушаками. То есть два соперника борются между собой. На так называемых поясах. Пояса, да, пояса. Ну, по-русскому пояса. Кушак есть. Кушак. Понятно, конечно. Разрыв баллов считается до 6 баллов. То есть 6-0 я себе выигрываю, схватка считается закончена. Либо победитель определен, да? Да. Либо до амплитудного броска. 5 баллов. Это уже чистая победа называется. У нас есть фотографии, кстати, вот с прошлого года. Как раз-таки та самая борьба, о которой ты рассказываешь. Я так понимаю, это главный приз. Это батыр. Да, это баран. Что делать с бараном? Бараном. Ну, баран выигрывает, это батыр выигрывает. Батыр как... Абсолютный батыр. Это абсолютный батыр. То есть начинается от 80 килограмм, 80, 90, 100, 120, борются чемпионы за звание абсолютного батыра. Абсолютный батыр становится тем, кто выигрывает всех. То есть прям первый парень на деревне, да? Да. Это дается ему вот баран. Баран и еще приз. Машина разыгрывалась вот у нас, холодильник, либо покупка сертификата на квартиру. А как давно ты занимаешься, чего уже достиг? Я занимаюсь уже 7 лет борьбой. Ну, вот уже практически батыр-батыр. Стремление, стремление к этому. Спортивная надежда всей России. Серьезно? Конечно. То есть он скромный еще к тому же? Белка не баловая. Вот я вот там стою тоже на Сабантуе. Это 2012 год. А кто в судьях сидит обычно в жюри? В судьях, как известно, нами любимый Хабель Бехташев. Он судит. Главный судья. Далее главный секретарь, также главный как судья, считается Утешев Рашид Садыгович. Люди разбирающиеся. Да. Профессиональные борцы. Профессиональные борцы. Тренируемся мы к Сабантуе готовимся под руководством Юсупова Руслана Наилевича в школе Екатулык. В Екатулыке, я так понимаю, не только учат и говорить, писать по-татарски, но еще вот танцевать, но еще и бороться. Но еще и бороться. Надо сказать, что секция организована и поддерживается материально нашим депутатам, городской думы Халиулу, Минакмит Митхадовичам. Если бы не он, еще неизвестно, как хорошо, удачно он у себя, что эта секция бы работала. Ох, мне кажется, такую медаль уж стоит побороться. Призы очень хорошие, медаль, грамоты. А новичков много обычно? Новичков очень много, да. Приходят, очень хотят заниматься борьбой, потому что борьба – это мужской вид спорта. Конечно, мужчина должен быть сильным. Спорт до последней капли пота. А есть, получается, что вот какое-то ограничение по возрасту? Вот ты говоришь, что ты уже 7 лет занимаешься. В каком возрасте начал заниматься? Я начал заниматься, то есть сначала по маленьким. Сначала идут юноши, потом кадеты. Юноши из какого возраста? Юноши с 10 лет. То есть можно уже, да? А девушки можно заниматься? Уже с 10 лет соревнования. Ну, насколько я знаю, планируется показательное выступление борьба показательных самых ветеранов и самых маленьких детей. То есть они будут вне конкурса, они не будут за первое, второе, третье место, но это показательное выступление будет по борьбе именно самых маленьких и самых взрослых ветеранов уже. Потому что, у нас есть бабаи, которые боролись на Савантуихе 20-30 лет тому назад. Естественно, они тоже хотят показать свое мастерство. А девушки, женщины не могут там участвовать? Девушки нет. Вот это нет. Не могут, да? Жаль. И я бы посмотрел, как Юля борется в поясах. Так что приходите, посмотрите на борьбу, на танцы, попробуйте «Эчпичмак». Ну, традиционно, самарские, татарские Савантуи делятся на нескольких площадках. Есть площадка, где люди смотрят борьбу, любуются, восхищаются. Есть люди, где слушают концерт песни, там смотрят танцы. Все люди знают уже, как бы, конечно. Где люди участвуют в конкурсах, там, с ведрами, с мукой, там, с кефиром, когда ищут монету там. То есть будет организована детская площадка под бессменным руководством Фархаза Бериджаревича Махмутова. Будут выделены призы интересные, хорошие подарки. Поэтому там найдет себе занятие всяк туда входящий, и млад, и стар. И я думаю, что все будут довольны, все будет хорошо, и все будут счастливы. Я хотела бы, да, задать вопрос как раз-таки. Вот мы, раз уж поговорили про конкурсы всяческие такие, в которых не стесняются и с большим удовольствием даже принимают участие. Первые лица города, насколько я знаю, конечно, да. Хочу спросить у наших зрителей, знаете ли вы, что такое Катык? Позвоните нам, расскажите, 202-11-22. Вопрос с подвохом, возможно, а может быть нет. Если знаете, звоните, 202-11-22. Пока Илья Альберсович рассказывает нам про Сабантуи, я предлагаю все-таки это как-то раскрасить фотографиями с прошлого Сабантуи, рассмотреть что-то поближе. В этом году, я так понимаю, приедут к вам на наш такой городской, практически уже областной праздник с разных деревень, да, и будут, как мы уже выяснили, всяческие угощения, партнеры праздника выставлять. Вы знаете, мы такое удачное мероприятие областной сельский Сабантуи провели в 2013 году в селе Камышла. Как-то селом удобнее в сельской местности. Но, к сожалению, вот эта традиция пока не получила, это вот мероприятие пока не получило развития. В прошлом году мы не смогли в Абдикеево привезти такой областной сельский Сабантуи. Но, может, на следующий год все-таки запланируем, и нам это удастся, конечно, в сельской местности, где со скачками, с конными бегами, там, это Сабантуи, он как бы больше предстает именно как Сабантуи. В городе, к сожалению, он становится таким городским татарским праздником. Но, тем не менее, на него собираются, на него наряжаются, достают все лучшее, самое красивое. На такой-то площадке, где могли бы собраться сразу 10-15 тысяч татар, и не только татар, ведь многие друг друга не видят годами, ну, по телефону поговорили, ну, еще деревни случайно виделись. А так с разных деревеней они собираются на одной площадке, и можно увидеть и односельчан, и сокурстиков, и одноклассников, и коллег по работе какой-то прошлой. Это уникальная возможность для общения и места встреч, да. И, конечно же, мы, общественная организация, не можем не использовать такую возможность для того, чтобы решить какие-то практические задачи, одна из которых это открытие второй школы. Мы давно уже ведем переговоры с областными властями об открытии второй школы. К сожалению, одна единственная школа, которая в Самаре работает, школа и октылок, несмотря на все свои успехи, она, несмотря на все свои успехи, пока не получила продолжения. И, к сожалению, 400 учеников, это очень мало, над 40 тысяч татарского населения городского округа Самара. Мы сейчас вроде бы какие-то идем договоренности по предоставлению второй площадки для открытия второй школы. А где планы? Есть какие-то планы какие-то? Прямо рядышком? Пока предварительная площадка на улице Советской Армии между Московской шоссе и Новосадовой. Но к тем обращениям областных общественных организаций, которые мы уже есть у областного правительства, и они на основании этих обращений проводят работу, было бы очень здорово подкрепить социальным заказом со стороны родителей, которые хотят и которые считают необходимым и возможным на основании статей Конституции Российской Федерации предоставить своим детям возможность учить родной язык и литературу. Может быть даже из деревенья и каких-то сел подтянутся. Потому что опыт деятельности, более чем 25-летний опыт работы в школе Ягд и Лык показывает, что это очень востребовано, очень хорошо, и действительно это помогает и воспитывать детей на основе духовно-нравственных принципов высоких, но еще добиваться успехов в культуре, в спорте. Наши ученики выигрывают, призывают места на Олимпиадах на всероссийских по татарскому языку. Они ездят на какие-то конкурсы творческие. Допустим, они привозили гран-при из Польши. Они вот поехали сейчас, дети, в самый маленький консомольный Юлдес поехали, или вот скоро поедут в Туапсе, опять же, на какой-то федеральный конкурс. Поэтому опыт школы требует масштабирования, требует развития. И мы очень надеемся, что, открыв вторую школу, возможно, дойдет и до третьей школы. Но, конечно, прежде всего, и мы очень надеемся, что будет организован у нас там столик, и родители смогут написать заявление с указанием реквизитов, координат своих детей, своих адресов, для того, чтобы мы могли эти заявления передать. Потому что пока только около 500 заявлений. Если будет тысяча-полторы, естественно, и областному правительству будет как-то удобнее, сподручнее, комфортнее принимать решения, на основании которых заработает вторая татарская школа. Школа не столько она татарская, сколько с татарским этнокультурным компонентом. Танцы, пляски, языки, спорт. Вы приходили к нам, ребята, конечно, самое главное. Вы их видели, да. И, конечно же, вообще, это площадка для того, чтобы наиболее активные инициативы татары могли высказать свои предложения по тому, как сохранить язык и культуру, какие мероприятия проводить. Организовывать, допустим, музей, как Илья Сагирова у нас. Мы, может, как-то даже говорили на вашей передаче. У нас очень есть известный наш поэт, художник. Он жил и работал в селе Старофизула Кошкинского района. Уже и дом его выкуплен, он передан на баланс районной администрации. Но, к сожалению, вопрос пока не двигается. А Гокель Сагиров – это человек, который практически неподвижно лежал и с карандашом в зубах писал стихи, рисовал картины. Это наш Николай Островский. Конечно, что до сих пор его жизненный подвиг никак не отмечен, никак не выделен и не используется в духовно-нравственном питании молодежи. Я думаю, что это большое упущение не только татарской общины, но и всей культуры и управления Самарской области. Мне подсказывают, что у нас есть телефонный звонок. Давайте принимать. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Лилия. Лилия, очень приятно. Собираетесь вы, Лилия, на Сабантуй? Пока что еще не думала. Первый раз вот слышала о таком мероприятии. Да вы что? А плакат эта реклама-то висит. Ну так наверняка уже где-то посмотрели, может быть, вызнали где-то у кого-то, спросили или знали. Что же такое катык? Катык – это кисломолочный напиток. А что с ним обычно делают? Ну, на Сабанту их, например. Ну, традиционно пьют как кисломолочный напоминающий кисломолочный напиток. Лилия Гумерыч, подскажете, что еще делают? Да, катык, естественно, пьют от жажды, а Иран еще делают, когда разводят его холодной водой, в сельской местности особенно. Ну и, конечно, используют в ходе проведения конкурса, когда в тарелке с катыком конкурсанты ищут монету. Да, и вот, кстати, находит и получает за это приз. Если не были ни разу на Сабанту, спасибо большое, приходите. А вы получаете, тем не менее, вот такой приз. Билет на концерт в филармонию. 28 мая, 18.30. Приезжает к нам музыкант из Германии, Людгер Ломан. Я думаю, будет интересно сходить и послушать. А что касается печатных изданий на татарском языке, у нас таковые тоже есть. И я предлагаю посмотреть сюжет о юбилее одного издания, о котором мы также говорили в наших программах. Но я думаю, не лишним будет напомнить. Все началось 1 марта 1990 года, когда впервые в свет вышла татарская национальная газета «Бердемлек». Для читателей это была любовь с первого номера, которая длится уже четверть века. С четырехстраничной газета выросла до восьмиполосной. Сегодня у издания около четырех тысяч подписчиков. На праздник, в честь юбилея, многие из них приехали из самых отдаленных уголков губернии. Название у газеты, наверное, появилось не случайно. «Бердемлек», «Единство». И все эти годы газета действительно жила одной семьей со своими читателями. Продолжать и впредь работать для своих читателей, чтобы вот это единение было всегда. Люди и стали главными героями газеты, на страницах которой особое место рассказам о жизни татар, которые трудятся в самых разных сферах – образовании, медицине, сельском хозяйстве. Материалы о национальных праздниках, традициях, воспитании молодежи. Именно за новым поколением развитие издания, которое не теряет своей актуальности. И журналистика она будет жить, и газеты будут жить, и русские газеты, бумажные, и татарские, и национальные. Если вместе будем работать, жить, и культура будет развиваться, и язык будет. Около 1300 номеров газеты вышло за 25 лет. Издание помогает сохранить татарский язык. «Бердемлек» читают не только в Самарском регионе, но и в Ульяновске, Оренбурге, Москве. Это одна из лучших национальных газет в стране. И все большую популярность статьи на татарском набирают в интернете. Ну что ж, кроме газеты «Бердемлек», есть еще замечательное издание, которое традиционно к нам сюда наши гости приносят. Это «Самар Татарлары», журнал, который выходит, и который, наверное, стоит почитать всем тем, кто знает, изучает и любит татарский язык. И не только на русском, но и на татарском есть работы журналистов. Так что смело можете приобретать эти журналы. Лес Гумерч расскажет, где можно их приобрести, да? Да, в апреле вышел 10 номер нашего журнала. Сейчас в работе находится 11 номер. Поэтому, если у кого-то есть, у читателей нашего журнала, заинтересовались какие-то материалы, темы для того, чтобы мы могли осветить нашим журналом, прошу обращаться к главному редактору, прошу обращаться к Тугантель, Дом Дружбы Народов, найти нас как-то. И мы эти ваши чаяния постараемся реализовать. Купить наш журнал можно в четырех магазинах чеконы. К сожалению, на памяти я их не помню. Я точно, что один точно в Виволенде находится. Опять же, на сайте сам Тат Ньюс вся эта информация, в каких магазинах чеконы находится в реализации наш журнал, она есть. Также журнал можно приобрести в офисах филиали Мичурина 64 и головном офисе и Пазимбанка Кирова 206. И, конечно же, мы еще в 2019 году добились, что журнал входит в подписной каталог Самарской области. На этот журнал, так же, как и на газеты Брадамле, газету Салям, можно подписаться на территорию Самарской области и получать их по подписке. Вот привязавшись к телефонному звонку, когда девушка, женщина сказала, что она еще не знает, пойдет, не пойдет, потому что только сегодня узнал, что будет с Абандой, хочется еще раз поднять эту очень немаловажную тему. Потому что, к сожалению, у татарских общественных организаций, не только у татарских, у мордовских, чуварских, у любых национальных организаций есть проблема доведения информации до членов своей общины о проводимых мероприятиях, об успешных людях, о каких-то проблемах общины. Потому что газеты считают не все. Тираж газеты Брадамле – 2900 экземпляров. Когда-то было 6222 экземпляра. Конечно же, и тираж падает, и потом подписка дорожает. Некоторые пенсионеры уже откровенно не могут подписывать, потому что каждые 100 рублей для них дороги. Доставка, цена почты за доставку корреспонденции и по журналам, по газетам непрерывно, каждый квартал практически растет. Поэтому подписка становится все сложнее и сложнее. Интернет, к сожалению, большинство, особенно ветеранов, которые хорошо владеют языком, интернетом не пользуются. Телевизионные каналы. Вот благодарим Самаргиз, который уже раз, и администрации города Самара, что нам такую возможность предоставлять. Мы, правда, только в одной вашей передаче универсальный формат регулярно фигурируем, но я думаю, что, может быть, все-таки будет развитие. К сожалению, до сих пор мы как-то достучаться до КТРК, до ТРК-губернии никак у нас не получается. Вроде бы уже с ноября месяца работает и в ФМ-диапазоне канала «Губерния». Очень бы хотелось, чтобы на этом канале была организована передача по аналогии с «Радио 7», которая когда-то вещала на татарском, ордовском, чувашском, немецком, армянском, грузинском и прочих языках. Эта передача программ была очень востребована. Но сейчас почему-то до сих пор, несмотря на то, что ТРК-губернии работает уже больше полугода, эта тема никак не актуализирована и не востребована. По какой причине? Я, честно говоря, не знаю. — Я хотела, может быть, спросить еще Раисе Шамильевне. Ваша дочка к нам приходила на эфир, я знаю, будете как-то наряжаться, будете как-то собираться. Есть ли какой-то, может быть, у вас в семье ритуал, может быть, что-то будете вы конкретно сами делать, готовить? Как-то вы с дочерью объедините свои усилия. Будете ли сами участвовать в конкурсе «Хозяюшка»? — Да, ну, с удовольствием. Это несложно. — А кто будет в жюри вот этого конкурса? Кто будет определять? — Приглашена Римма Нордзинова, вы ее знаете, из-за бюрдамлек Эльвира Швалеева. — Почетные хозяюшки. — Да. Ну, Рим Хабиулыч и Назмеев. — То есть, в принципе, есть кому судить. — Он уже у нас был в свое время. Мы проводили конкурс на врус-газале с дочерью. Он был там в жюри. Поэтому для него это не новая работа. Ну, примерно вот так. — Джамиль, ну а ты, если победишь, кому победу свою посвятишь? — Победу посвящу я татарскому народу. В первую очередь родителям. За то, что отдали мне в борьбу. — Ну, может быть, у тебя есть желание сейчас, прямо глядя в камеру, что-то родителям сказать? Можно на татарском. — Это на татарском. — Молодец. Вот язык знает. — А расскажите нам, пожалуйста, о традиционных развлечениях, которые присутствуют на Сабантуе. — Борьба в мешках, борьба с коромыслами, с федорами, с водой, борьба с ложкой, с яйцом, перетягивание каната, лазание по бревну и лазание по бревну в гости к петуху за драгоценным подарком. — А что там за драгоценные ценные подарки? — Ну, обычно, конечно, там только петух в клетке, а подарки все внизу. Ну, всякое разное. И бытовая техника, и денежные призы. Всякие варианты. — Так же, как в этом году, если в 2011 году главным призом была машина, в 2010 году, по-моему, тоже была машина, кроме дополнительных баранов имеется в прошлом году сертификат на квартире или позапрошлом году, то есть есть определенная динамика в связи с экономической ситуацией. — А так, все остальное — общение, зрелище, концерт и возможность общаться с руководителями татарских общественных организаций напрямую, с руководителем города и области напрямую. — Это очень дорогого стоит. Поэтому вот такая возможность непосредственного общения, конечно, вот такая площадка. Хотим сказать, что, допустим, вот даже информированные о празднике, вот я повторюсь, вернусь к этой теме, к сожалению, повесить 20 баннеров, когда вот сейчас рекламный рынок, он чуть-чуть по-другому организован, это очень дорого. А бюджет Сабанту и без всяких рекламных расходов составляет около полутора миллионов рублей, которые должны, ну, около 300 тысяч выделяет областной бюджет, а все остальные нужно собирать у спонсора. Поэтому у мецената-спонсора собирать еще деньги как бы на рекламу, на размещение объявлений в газетах или прокатку телероликов на телеканал, возможно, это того и стоит, но, к сожалению, пока вот мы на это организоваться не можем. Поэтому и пришли к вам на передачу, чтобы иметь возможность хотя бы вашим зрителям в кабельной сети сообщить, что будет праздник, и мы всех очень с большим уважением и нестерпением ждем на этом празднике. — Я знаю, что в прошлом году было бы прям чуть ли не до самой темноты, в этом году как программа. — В этом году аналогично, до около шести часов начнется дискотека для молодежи, она будет, как в соответствии с действующим законодательством, насколько я знаю, до одиннадцати часов, да, там будет приезжать такой знаковый артист из Казани, Мунир Рахмаев, он будет петь, танцевать, там будут другие коллективы, другие ребята, наши местные ребята будут выступать, наши местные коллективы, поэтому дискотеки, насколько я знаю, в прошлом году было очень интересно, я сам в прошлом году посетить не смог, в этом году обязательно постараюсь. Я думаю, что молодежи тоже будут интересны. Основная площадка для молодежи в этот день будет в парке Гагарина на Ракушке, там будет организована дискотека с участием привлеченных артистов. — Будут ли нововведения по сравнению с прошлым годом? Что-нибудь новое организуется? — Вы знаете, в этом году у нас будет нововведение, мы, как вы знаете, в прошлом году провели в Самарске региональный отборочный этап «Татарка за 2014», вот это на обложке вы видите нашу победительцу Айгуль Галиеву, она и все ее коллеги выйдут на сцену, покажут вот свой непобедный танец, а свой такой основной танец, который был в рамках фестиваля «Татарская красота», «Татарка за 2014», и мы в этом вот объявляем, там же объявим о проведении осенью, теперь уже начиная с сентября месяца, хотя первый отборочный тур пройдет уже в Новокуберске 37 июня, как раз на Самантуе, в рамках Самантуи пройдет, с сентября месяца мы начинаем отборочные туры в рамках конкурса «Красоты» «Самарка за 2015» в возрасте от 7 до 30 лет, поэтому желающие об этом увидят, посмотрят на наших красавиц, полюбуются и, наверное, примут решение, что осенью они обязательно будут принимать участие в этом конкурсе «Самарка за 2015». Всю информацию, все детали проведения данного мероприятия также можно найти в татарской газете «Бардамляк», «Салям» и на сайте samtatnews.ru. Растя Шамильевич, что-то хотели добавить? Ну, новизной также является проведение, вот первый раз проводим конкурс «Гостеприимная хозяйка», вот, поэтому приглашаются все желающие участвовать в этом конкурсе, абсолютно все, не только те, кто будет заниматься торговлей, у нас будут там еще торговые площади. Ну, я хотела спросить, ярмарка-то будет? Да, ярмарка будет, ярмарка. И там будут разные мастер-классы тоже проводиться по изготовлению глиняных горшков, по вышивке национальной. То есть очень-очень много будет новшеств. Пусть это будет интрига, пусть люди приходят и сами участвуют, смотрят, как люди живут, чем занимаются. Потому что сейчас молодежь очень активен. Есть такая категория молодежи, которая очень активна. Они везде ездят, везде показывают свои работы. Поэтому всех приглашаем на наше мероприятие, всем будем очень рады, все пройдет очень хорошо и весело. Джамиль, а тебе что нравится во время Сабанту и помимо борьбы? Участвуешь ли в каких-нибудь конкурсах? Да, в конкурсах. Ну, промежуток времени, если бывает, вступаю. Люблю залазить на дерево, то есть. Баганага. С подарками. Баганага, да. Это примерно 30-40 метров. Это секрет у тебя, потому что я вот знаю, что, например, бывает, что кто-то захочет залезть, так вот не получается. И раздеваются, и остаются в одних шортах, например, с голым телом. Цепкость, физическая подготовка. Некоторым этого не позволяет. Да, ну то есть себя поднять. А мы уже с детства, я уже с детства занимаюсь этим. Цепкость, физическая подготовка обладаю. И вот стараюсь, залазю. Тяжело, конечно. Конечно. В том году залазил, выиграл петуха я. Петуха потом повез домой. Скоро будет целый зоопарк у тебя, я так понимаю. Нацелен на барана, петуха, все имеется. Всех, наверное, уже. Жених надо. Кстати, вот и возможность ли там познакомиться с кем-то для молодежи? Ну, как же, я же не зря делаю упор на то, что... На дискотеку? Другой такой площадки вообще и дискотеки, и до дискотеки. Найти себе равных. Посмотреть. Туда же придут старшие поколения со своим детьми и внуками придут. Ведь не секрет, что у таких народов, как татары, ну, женитьба, замужество связано же через... Кого бы посоветовала бабушка, кого бы посоветовала дедушка. Так сказать, конечно, выбираешь сам, но прислушаться к совету старших, это же очень важный фактор, очень важный момент. И потом, тем более, когда старшее поколение знает уже и бабушек, и дедушек, потенциального жениха или невеста, они плохого уже не посоветуют. Поэтому это очень важно, именно пообщаться, именно показать, себя посмотреть, себя показать и других посмотреть. Это вот один из, наверное, таких тейсов, которые должны побудить наших татар и гостей праздника прийти на это мероприятие. А кого больше? 13 июня с 10 часов уже в парке начнутся всякие розыгрыши, мероприятия, концерты, выступления, номера. Будут организованы пятачки, где желающие могут под гармошку с удовольствием потанцевать. Кто-то потанцует, кто-то научит танцевать, кто-то посмотрит, полюбуется на свои народные пляски. Я думаю, даже как раз-таки приветствуется народная одежда, которая всегда... Я так в это время, если попадаю в район парка Гагарина, всегда видно издалека. Мы надеемся, что съемочная группа телекомпании «Самарагист» тоже там будет присутствовать. Да, друзья, хочется вам напомнить. Итак, уже в ближайшую субботу начинается целая череда празднования Сабантуев в разных районах нашей области. Ну, а традиционный такой вот уже ежегодный праздник, как раз-таки окончание весенних полевых работ, не иначе, как и Сабантуй, собственно, и переводится, ожидается в парке Гагарина 13 июня в субботу. В 10.00 уже всех приглашают, площадки будут открываться, и до 11 часов вечера все это завершится красивой, яркой, молодежной дискотекой. Ну, наш эфир заканчивается. Вам большое спасибо, что пришли. Вам, дорогие друзья, хорошего дня. До встречи. Спасибо, до свидания. Саабулагас. Саабулагас.